Раз всем хорошо слышно, тогда давайте начнем. Презентация у меня называется «Управление проектом. Новое в старом». Ну и поскольку речь идет о старом, то, как вы знаете, новое – это хорошо забытое старое. И прежде всего начнем с типичной фразы, с которой я обсуждаю со студентами, когда у меня идет лекция по управлению проектом. И вот типичные слова заказчика. Но что вы мне твердите? Проект – проект. Я понимаю, вы хотите получить с нас побольше денег, а нам надо просто сделать то-то и то-то. И не нужно ничего усложнять. И в этом плане мы с вами постараемся навести какую-то ясность, в том плане, что такое проект. Это что-то новое, такое инновационное. Или это достаточно обычная вещь, которой все мы так или иначе занимаемся. И чем она отличается тогда от наших обычных дел, которыми мы занимаемся. Ну, прежде всего, поскольку речь идет о старом, то мне хотелось бы еще такую сделать небольшую преамбулу, защитить точку зрения, что не было советской проектной школы. Сейчас многие говорят о том, что в Советском Союзе не было управления проектом, не было советской проектной школы, но это не соответствует действительности. В Советском Союзе была мощнейшая проектная школа. Здесь вот показаны какие-то ее основные составляющие. Мы можем с 30-х годов проследить истоки той дисциплины, которая называется управление проектами. И вообще Советский Союз был очень развитой в этом плане страной. Ну, достаточно вспомнить, скажем, освоение Целины, когда 800 тысяч за год взбаламутили, они поехали в чистое поле, на территорию, там поставили палатки, выгрузили трактора и начали пахать. Проблема была в том, что в 90-е годы была утеряна советская проектная школа, советская проектная традиция, и ушли носители этих традиций, этих знаний. И на наш рынок хлынула вот эта западная, другая западная проектная традиция. Они различались, две наших проектных школы. Советская проектная школа была ориентирована на вопрос, что западная проектная школа была ориентирована на вопрос, как организовать процесс. И следы вот этого советского подхода мы можем найти в ГОСТах, если они не отмененные в нормативной документации, но так или иначе они где-то еще остаются. Например, есть ГОСТ на разработку технического задания для информационной системы. Вот он до сих пор пользуется популярностью, и до сих пор многие люди по нему пишут технические задания. Ну, после того, как в 30-е годы появилась сама традиция проектной деятельности, когда она обособилась, выделилась в какую-то самостоятельную область, появились первые профессиональные союзы. Вот здесь показан слайд про одну из самых известных организаций проектных, институт управления проектами, PMI. Это коммерческая организация, основана в 1969 году. Здесь на графике видно, как у нее начался успешный профессиональный рост и рост количества членов этой организации. PMI занимается тем же самым, чем занимаются остальные проектные организации. Разрабатывает стандарты по управлению проектами, проводит конференции, семинары, образовательные программы, проводят профессиональную сертификацию. Ну, в общем, не один такой. Есть и другие аналогичные организации, но вот они с этого времени появились и образовались. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем по сводным данным, что проектная деятельность уже хорошо вошла в производство. Здесь вот на слайде таблица, где показано, что доля управления проектными в разных областях экономики, в проектно-ориентированных, это какие-нибудь архитектурные бюро, научно-исследовательские организации, которые просто живут от заказа к заказу. Она там, понятно, что составляет 85-90 процентов. В серийном производстве она поменьше, но в целом по экономике, по некоторым оценкам, она приближается к половине. Поэтому сейчас это вполне такая устоявшаяся область знаний, общепризнанная, которая приобрела определенную респектабельность, в которой сейчас показан далеко не полный список профессиональных стандартов. Огромное количество есть профессиональных стандартов. Они, может быть, как-то частично конкурируют между собой, частично они немножко пытаются разделиться по сферам деятельности. Что-то считается на проекты направленные, что-то на организации направлено, что-то направлено на людей. Ну, в общем, профессиональных стандартов этих огромное количество. Вот теперь структура профессионального стандарта. Структура профессионального стандарта, причем, что интересно, они все одинаковые. Они одинаковые, в принципе, и в PMI, такая же структура, и в IPMA, такая же структура. И здесь вот показаны взаимосвязи этих профессиональных стандартов. Считается, что любой проект выполняется итерациями такими, которые называются фаза. И вот каждая фаза включает инициацию, планирование, исполнение, контроль и завершение. А сверху, вот в этих красных прямоугольничках, есть показаны области знаний профессиональных стандартов, которые они выделяют. Это управление интеграцией, управление содержанием, управление временем, управление стоимостью, управление персоналом, общением, качеством, рисками и снабжением. И показаны здесь связи. То есть, вот, например, точечка и идет связь к области знаний, управления содержанием. Это значит, что в процедуре, в фазе планирования предусмотрена процедура, которая относится к управлению содержанием. И, в общем-то, по такому принципу устроены все профессиональные стандарты. И я, собственно, этот слайд привел для того, чтобы показать, что уже в профессиональных стандартах, ну там все под микроскопом уже все расписано, там все эти сотни процедур, которые, вот красные точечки, это общее количество процедур, которые там участвуют, можно их посчитать. И построена успешная система сертификации, когда в профессиональном стандарте, они особенно так, они особенно это любят, поскольку сама традиция занесена с запада, то если будете сдавать экзамен на какой-нибудь PMI там или IPMA, они вот так и спрашивают, а вот в таком-то месте, такой-то, есть такая процедура, нет такой процедуры, и в соответствии с тем, как вы ответите, вам присваивается какая-то квалификационная степень. Следующий, тут, конечно, поскольку уже область управления проектами устоялась, конечно, тут не обойдется без академической науки, и здесь приводится слайд, который мне когда-то Юрий Николаевич пересылал, он спрашивал, чем наши профессиональные курсы могут отличаться от академических курсов, и приводил в пример курс, я вот это взял из курсов высшей школы экономики, я даже там знаю некоторых, знаком с некоторыми товарищами лично, которые эти курсы создали, ну, послушайте, как звучит, в курсе изучаются методологии и технологии управления проектами, разработка которых во многом связана с трудами Питера Морриса, Родни Тернера, Рассела Арчибальда, Гарольда Кертнера, Рональда Гарайса, Владимира Варапаева и других ученых. То есть все как положено в академической науке, солидно, основательно, с цитатами классиков и со всем остальным. Но вот такая любопытная, внизу у них есть строчка, где пишется, мы рассмотрим, как строить управление проектами в стратегическое управление компанией, изучим его процессы и функциональные особенности. Ну, казалось бы, чего вдруг такую простую вещь, как управление проектами? Управление проектами, это, собственно, вещь очень простая. Вдруг стали привязывать к стратегическому управлению. Тоже понятно, потому что стратегическое управление штука длительная, там на 15 лет какую-нибудь стратегию придумал, вот, а то, что она не выполнилась, так это примерно по тому же принципу, как Хаджан Асреддин обещал научить Ишака говорить. Он сказал, что за мешок золота и 15 лет научит говорить Ишака, совершенно справедливо рассудив, что за это время либо Шах помрет, либо Ишак сдохнет. Так же и с проектами в области стратегического управления, ну, не смогла, ну, не удалось. Вот, то есть тесновато академической науке в таких жестких практических рамках управления проектами. Но, самое главное, что из этого ушло? То есть, я, в общем-то, показал, что наука устоялась, дисциплина устоялась, есть разные области, каждый из них, так сказать, огородил свой огородик, вот, и в меру сил-то этот огородик возделывает. Что ушло из этой дисциплины? Ушло понимание управления проектом, как ремесла. Вот ремесло в хорошем смысле, в смысле Даля, это рукодельное мастерство, ручной труд, работа и умения, которым добывают хлеб. И само занятие, которым человек живет. То есть, руководитель-то ведь живет управлением, который занимается управлением и проектом, как раз, именно своим ремеслом. То есть, тем, что он умеет. Тем, что он умеет руководить, тем, что он умеет управлять. И для него управление проектом – это не академическая наука, не профессиональный стандарт. В общем, это ремесло. И вот это вот понимание, на мой взгляд, оно как раз ушло из современной традиции, из современных методик преподавания. Хотя оно необходимо. Вот здесь вот наш гуру, видите на слайде, гуру проектного управления, говорит следующее, что наиболее опытным специалисты в области управления проектами знают, что не существует универсального способа управления проектами. Они применяют знания и навыки в области управления проектами, а также необходимые процессы в различной последовательности, с различной степенью строгости, чтобы достичь требуемого результата. И, кстати говоря, эта цитата не откуда-нибудь, а из самого руководства PMBOK. Руководство PMBOK – это как раз то профессиональное руководство, профессиональный стандарт, который использует организации PMI. То есть даже на уровне профессиональных стандартов эта проблема осознается, что руководитель проекта является, обладает таким уникальным сплавом навыков и умений, которые невозможно воспроизвести. Второй момент, на который надо обратить внимание, который тоже ушел из рассмотрения из этой картины, что вообще-то вся человеческая деятельность подразделяется на два типа. Первый тип деятельности – это операции, которые имеют рутинный повторяющийся характер и результат которых не уникален. Это конвейер, продажа, логистика и так далее. И второй вид деятельности – это проекты. Это мероприятия, которые предпринимаются в рамках ограниченных сроков, бюджета и результат которых всегда уникален. Примерами являются разработка нового автомобиля, маркетинговая компания или пакет услуг для клиента. То есть все одноразовые мероприятия, результат которых уникален. И к чему я это говорю про это разделение? А к тому, что на следующем слайде вы видите психологический портрет проектного сотрудника. То есть каждый человек наиболее комфортно чувствует себя в какой-то определенной роли и в какой-то определенной среде. И не факт, что если человек работает в области проектной, то он будет хорошо чувствовать себя, если он будет выполнять какую-то рутинную работу. Как раз скорее наоборот это противоположности, противоположные характеры. И вот здесь показан психологический портрет проектного сотрудника. Здесь у нас есть оси, шкала эта вся в целом десятибалльная. И крайние точки ее показаны здесь. Вот начинаем сверху с севера на юг. Это ось приверженность компании, приверженность профессии. То есть проектный сотрудник привержен компании. Он легко меняет профессию, но любит оставаться в рамках того коллектива, к которому он привык. Ориентация на командную работу, ориентация на индивидуальную работу. Конечно, он ориентирован целиком на командную работу. Объект управления. Объект управления люди, объект управления задачи. Для него объект управления люди. Безусловно. Шкала контроля за работой. Сильный контроль, слабый контроль. Не любит категорически, когда его сильно контролируют. Вообще не любит, когда его контролируют. В этом, с одной стороны, его большой плюс. С другой стороны, его большой минус. Потому что хорошая была на Западе книжка по руководству коллективом программистов, которая называлась «Как пасти котов». То есть руководить таким вот человеком, который не терпит над собой никакого контроля, это удовольствие примерно того же плана, что пасти кота. Следующее отношение к риску допускается или не допускается. Видно по шкале, что не прочь рискнуть. Никогда не прочь что-то попробовать новое, рискнуть и так далее. Шкала база поощрения работы. База поощрения иные критерии. Для него важна работа. Для него не важны формальные регалии, сертификаты, наличие каких-то дипломов. Он любит, чтобы оценивали его о его конкретной работе. В работе он ориентирован на цели и на высокую самостоятельность. Ну понятно, что это все сходится один к одному, не любит контроля, обладает высокой самостоятельностью. Вот это, скажем, идеальный проектный сотрудник. И совсем другой психологический портрет у вас получится, если вы будете смотреть на человека, который лучше всего будет чувствовать себя в сфере монотонной деятельности. И поэтому, когда я сейчас перейду, собственно, к характеристикам того курса, который здесь будет представлен, курс этот называется «Школа проектного мышления». Он представлен на сайте. Издательство было настолько любезно, что прибегло к услугам профессионального диктора, который записал там презентацию. Поэтому все это есть, все это можно посмотреть. А я просто рассказываю не только о самом курсе, но и о предпосылках, которые привели к тому, что вот он получился именно таким. И, собственно, вот исходя из всего этого, когда стал вопрос, что в содержании этого курса, что там должно быть, там должно, что должно делаться, то есть преподаваться какие-нибудь стандарты профессиональные, то есть структура этих стандартов была показана, можно было тоже там до нитки, до микрона всякие разобрать процедуры, которые есть. Но я не пошел по этому пути и решил, что лучше попытаться вернуться к тому пониманию управления проектами, как ремесла. И поставил задачу на то, чтобы воспитывать проектное мышление. И, собственно, по этому курсу называется «Школа проектного мышления». Основные принципы здесь, они перечислены, но вот самое главное, то, что это выделено живным шрифтом, это мое личное глубокое убеждение, которое у меня осталось после того, как я сам всякими проектами наруководился и готовил я руководителей проекта, у меня осталось абсолютно стойкое, глубокое убеждение, что то, насколько успешно развивается проект, зависит от того, насколько он четко сформирован в голове у руководителя. То есть, если руководитель очень хорошо представляет себе вот этот образ желаемого в будущем, вот эту картину, которая будет, конечную цель, к которой он должен прийти, причем представляет себе не просто фантазийно, как у нас рекомендуют, там многие психологи бывают, они балуются вот этим, есть у них всякие упражнения на образ желаемого в будущем, а может его представить в виде бизнес-целей и измеримых показателей, то вот такой человек, он успешнее всего и руководит проектом. И успешное руководство здесь зависит прежде всего от руководителя, от того, что у него в голове. Ну и, соответственно, из этого есть следующие остальные детали, что курс должен быть компетентно ориентированным, что он должен уделять больше внимания методологии, чем инструментом. Соответственно, раз он больше внимания уделяет методологии, инструментом меньше, то использовать имеющиеся программные средства. Еще здесь написано, что должен использовать понедельное планирование, потому что будущий руководитель, если он хочет им встать, он должен уметь работать в условиях жесткого тайминга, рассчитывать свое время и все-таки придерживаться графика. Хотя, может быть, ему это окажется и сложно. Потому что, если он сам побывает в этой роли, он будет знать тогда, что требует с других. Ну, я постарался еще сделать так, чтобы объем учебных занятий должен подобраться с учетом динамики мотивации. А динамика мотивации – это штука очень простая. Вы с энтузиазмом записываетесь на курс, проходит одна-две недели, потом энтузиазм постепенно угасает. И где-то на… Если у нас курс 8 недель, на шестой неделе, а в более общем случае – это две трети, на каких наступает такая мертвая точка, когда у человека падает энтузиазм, желание, он, как правило, бросает. То есть бросает вот именно примерно на две трети, когда проходят курсы. Поэтому я постарался так как-то сделать, чтобы самые тяжелые задания были в начале курса, а в конце курса, чтобы то, что было, было маленько полегче. Вот. Ну и каким-то образом в Мудле надо было сделать мотивацию за счет групповой работы. То есть групповая работа – это очень важное качество, но в дистанционном обучении с дистанционными технологиями групповую работу организовать достаточно бывает сложно и проблематично. Вот. Ну, что-то я все равно туда постарался такое сделать. Вот структура курса. Он рассчитан на 8 недель. Здесь показаны темы. Первая тема – я руководитель, она не относится ни к какому профессиональному стандарту, она является личностно ориентированной. И там приводятся все задания, какие-то задания, психологические тесты и прочее, для того, чтобы человек мог сразу сориентироваться и понять какие-то что-то в себе, понять какие-то свои возможности. Вторая неделя – это контекст. Основные термины, понятия и термины, дает формальные знания. Там расположен тест, который необходимо сдать, чтобы владеть терминологией. И третья неделя – это самая важная, на мой взгляд, самая важная, самая главная тема – это концепция проекта. Написание, умение, разработка концепции проекта. Я уже говорил, что проект развивается настолько успешно, насколько он хорошо, продуманно сформировался в голове у руководителя. И вот третья неделя как раз посвящена вот этому, чтобы руководитель научился писать, представлять вот этот образ желаемого в будущем, научился писать концепцию проекта. А дальше уже происходит все более-менее в автоматическом режиме. Это все уже известно. Дальше надо взять структуру работ, расписать по структуре работ. Потом у меня немножко здесь тоже нестандартный порядок, потому что идет потом работа с экспертами. Но работа с экспертами нужна для того, чтобы выполнить несколько коллективных заданий, которые будут на шестой и седьмой неделе. А все остальное, оно тоже типовое. Расписание проекта, бюджет проекта и завершение проекта. Единственное, что я отдельно здесь выделяю, обязательный элемент, про который почему-то мало говорят и которым пренебрегают немножко, любой проект должен заканчиваться постпроектным анализом. Постпроектный анализ это рефлексия, во-первых, как говорят педагоги, а во-вторых, она позволяет формализовать опыт и использовать его для следующих проектов. Это тоже такая достаточно важная вещь, которая здесь выделена отдельно. Ну, собственно, вот здесь вот первое, что я говорил когда про концепцию, первое это умение поставить цель. Умение поставить цель, там даже в курсе есть такой отдельный элемент, как шаблон, как правильно ставить цель, потому что я считаю, что это очень важный момент, с этого все начинается. Ну и вот здесь вот на слайде вы видите закон Паркинсона, то есть серии того, что бутерброд всегда падает маслом вниз, здесь вот такая великая истина, что преимущество расплывчатся с формулированных целей в том, что они помогают избежать раздражения, связанного с оценкой затрат. То есть когда мы говорим не конкретно, мы с заказчиком или там с кем-то, с нашим куратором, мы дружим, любим, симпатизируем друг другу, но все это бывает, разбивается о житейскую лодку, когда начинаем считать затраты. Вот, поэтому это сформулировано в виде такого закона Паркинсона, что преимущество расплывчато сформулированных целей в том, что они помогают избежать раздражения, связанного с оценкой затрат. Поэтому умению поставить правильную цель уделяется отдельное внимание в этом курсе. Следующий момент, который показан на этом слайде, это определение концепции. Концепция, вот в словаре, если посмотреть, то это понимание, определенный способ понимания, трактовки каких-то явлений, основная точка зрения, руководящая идея. Ну, в курсе, хотя написано, есть такое задание, написать концепцию вашего проекта, но она немножко понимается по-другому, что это скорее образ желаемого будущего. Но он выражен не видя, опять же, каких-то фантазий, картинок или еще чего-то, а он должен быть выражен в форме бизнес-целей, и должен быть выражен в форме измеримых показателей. к которому вы придете. И поэтому в курсе вот эта вот третья неделя, которая направлена на то, чтобы поставить цель сначала правильно, потом ее развернуть на уровень концепции, она, на мой взгляд, является такой смысловой, самой важной по смыслу, от которой дальше потом уже легко двигаться, потому что когда вы сформулировали цель, написали концепцию, то есть увидели уже, что у вас, как должно все происходить, то дальше потом идет уже технические навыки, каким образом это перевести в структуру работы, в расписание, и как подкрепить ресурсами. Это более-менее есть во всех курсах, и я на этом не буду подробно останавливаться. Я вернусь, с вашего позволения, к тому, что курс должен быть компетентностно ориентированным, но компетентность у нас появляется, компетенции, компетентность у нас понимает как-то очень своеобразно, вот определение есть ГОСТа, которое называется руководством по оценке компетентности руководителей проекта. Здесь два способа оценки компетенции. Это способ атрибутивный, то есть на основе выявления оценки личностных качеств, и способ практический по результатам соответствия. Атрибутивный способ, это значит, что вы получили какой-то диплом, какую-то грамоту, сертификат или еще что-то, у вас есть атрибут, который подтверждает вашу компетентность. Ну, таких, вы знаете, что много есть людей, которые стремятся получить, какие-то формальные подтверждения, ну, а практически, как их проверишь. Может, раньше была практика рекомендательных писем, может быть, какие-то рекомендательные письма. В частности, недостаточность понимания того, что такое компетентность, вот я вам покажу на примере стандарта IPMA. У них здесь компетентность складывается из трех составляющих. Их техническая компетентность, поведенческая и контекстуальная. Ну, понятно, что это их профессиональное определение, оно очень своеобразное, и мало с кем согласуется. Про нашу академическую науку, про наши вузовские компетенции, там вообще говорить, даже и смысла нет, потому что вы сами прекрасно знаете, что там возьмешь какой-нибудь стандарт профессионального образования, менеджера, где 75 компетенций, надо воспитать, и на одну дисциплину, там их пять штук, прилепят, и с ними делай, что хочешь. Поэтому понятно, что все это, как говорили классики, у меня есть для этого только одно определение, цитата, что все это низкая шутка, сыгранная с нашей благородной доверчивостью. Все эти разговоры про компетенции и прочее. Поэтому я решил поискать что-то более оригинальное, более эффективное, а поскольку все это поветрие компетентостное пришло к нам из-за рубежа, то, наверное, там надо и поискать. И вот мне очень повезло в том плане, что я нашел книжку Спенсера о компетенции на работе, которую меня, как человека с естественно научным образованием, я кандидат в физмат-наук, она меня полностью покорила своей строгостью, такой выстроенностью, логичностью. И я взял те определения, которые там есть, я взял из нее и по мере сил потом стал их использовать в курсе. Вот Спенсеры определяют компетенцию как базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях. И что это значит? Это значит то, что, во-первых, слово базовое качество. Базовое качество означает, что компетенция является очень глубоко лежащей. То есть она глубже является более глубоким слоем личности, чем наши знания, умения, навыки, с которыми мы привыкли работать. И она предопределяет поведение человека во множестве ситуаций, рабочих задач. То есть другими словами, мы сейчас поподробнее на этом рассмотрим на следующем слайде, что значит базовое качество. Причинное отношение означает, что компетенция предопределяет или вызывает определенное поведение и исполнение. И последнее, на основе критериев, означает, что компетенция действительно прогнозирует, по развитию компетенции можно прогнозировать плохое или хорошее исполнение какой-то работы или какого-то действия. И здесь показана модель, то, что они используют, модель айсберга, где они говорят, что вот поверхностный слой личности, который проще всего развивается, он и представляет собой знания, умения, навыки, с которыми, в общем-то, традиционно привыкли работать. А следующий слой, более глубокий, он как раз связан с компетенциями, потому что компетенция является таким мостиком между мотивом, мотивацией, которая есть у человека, и его знаниями и навыками. И здесь мне больше всего нравится то, что мы, наверное, с вами можем сказать, что вот они, если выявили концепт, что у человека есть склонность что-то продавать, то мы его можем проучить в инженерном вузе, можем проучить в музыкальном, можем в архитектурном, но он все равно что-нибудь будет заниматься, будет такой деятельностью, которая связана с продажей, он все равно будет это делать, потому что у него вот такие глубинные свойства личности. Испенсеры проанализировали, они использовали очень большой фактический материал, разработали свою оригинальную методику, основанную на поведенческих примерах, я там не буду вдаваться в подробности, на большом материале привод компетенции, которые должны быть у руководителя. И самое главное из них это выраженность, должно быть воздействие, оказание влияния, то есть это умение, если бы сказать по-русски, так вот более, то это умение увлечь за собой людей, умение увлечь за собой людей, вовлечь их в свою деятельность. Вторая, очень важно выраженная, это ориентация на достижение, потом командная работа, аналитическое мышление, инициатива. Вот основные, по мнению этих авторов книжки, вот основные, которые они подкрепили экспериментальным исследованием, повторяю, на большом количестве людей, вот это основные компетенции, которыми должен обладать руководитель. Ну и собственно, после этого осталось сделать пару завершающих шагов, то есть каждая компетенция, у них делится, имеет свою шкалу, и делится на несколько степеней. Вот тот же самый, компетенция, воздействие и оказание влияния, причем они в скобках иногда подчеркивают, что это не авторитарный способ оказания влияния, а способ, основанный на доверии. Значит, если человек, первая низшая степень, расчет воздействия определенных слов, или действий на других людей, расшифровывается так она, предпринимает действия, чтобы убедить, то есть пользуется методом прямого убеждения, обращается к причине, к данным, к более крупным целям и так далее. То есть вот он использует такие методы, что для того, чтобы человека убедить. Следующая степень выраженности этой компетенции, он предпринимает последовательность действий, то есть может вести какой-то диалог, какую-то беседу, то есть не бросает, не одноразово выполняет это действие, а делает последовательность таких действий. Следующая степень, когда он думает о том, как его слова воздействуют на других людей. Для этого, например, он готовит какую-то презентацию, которую смотрит, как она подействует на слушателя и прогнозирует от нее эффекты и так далее. И вот по шкале вот этих вот действий мы можем судить о том, каким образом у нас развита та или иная компетенция, какие личностные особенности у нас есть. Ну и собственно после этого осталось как-то связать это с электронными средствами курса. Вот здесь вот, например, показано, как можно воздействие и влияние просмотреть на форумах. На форумах там все очень просто. Если он предпринимает действия, чтобы убедить, то это значит, он должен написать аргументированный пост, в котором есть методы прямого убеждения, то есть обращение к причине, к данным, к более конкретным целям и так далее. И результат мы можем даже сказать, что собеседник либо согласился с его доводами, либо прекратил обсуждение. И преподаватель вполне может отследить эту ситуацию. Скажем, следующая шкала последовательность действий, то это последовательность действий, дискуссия на форуме, в которой есть методы прямого убеждения, и преподаватель это все тоже может отследить. Здесь осталось только сказать, как перевести эти все элементы в Moodle. Здесь за первую неделю показано меню этого курса. В первом личностно ориентированное задание они все в первой неделе сосредоточены. А во-вторых, интерфейс типовой, значит, каждая неделя расписана, на каждую неделю расписана цель, к которой ставится, расписано задание, которое надо выполнять, и внизу после каждого элемента написано условие выполнения. Мы же с вами готовимся в руководители проекта, и должны, значит, тогда все четко определить, то, что должен сделать, для того, чтобы успешно завершить начатое. И после этого к компетентностному подходу, возвращаясь в курсе, должна быть две системы оценок. Первая система оценок оценивает трудоемкость, то есть, какой объем работы человек выполнил, а по второй можно оценить выраженность тех компетенций, которые у него есть, и они не должны зависеть друг от друга, потому что все-таки человек, трудоемкость не должна зависеть от компетенции. По моему мнению, это будет достаточно правильно. И, в принципе, эта система реализована в курсе. Вот здесь вот есть показатели в мудле, есть такие вещи, как показатели. Я вот здесь вот их ввел, все показатели, которые используются. И есть система настроек каждого элемента, когда есть стандартные элементы, в которых вот эти показатели есть, и можно отметить галочкой, что проявляется в этом задании, какие свойства, какие компетенции человека, или через идентификаторы. Но это более сложная схема, я не буду на ней подробно останавливаться. И точно так же отдельные настройки есть в мудле. В мудле, поскольку нас требуется, чтобы мы оценили умение человека убеждать и воздействие влияния, то я использую в мудле настройки, когда оценка ставится по числу оценок, которые вынесены данному человеку за его пост. Это будет, на мой взгляд, больше отражать вот эту вот компетенцию, воздействие, оказание влияния. Ну вот, собственно, таким образом удается настроить все компетенции и настроить трудоемкость. Я не буду подробно тоже останавливаться на этом, потому что это такие технические подробности, они, может быть, больше интересны разработчикам электронных курсов, чем людям, которые пожелают, как, может быть, пройти вот такой вот курс. Ну и последняя настройка блока в каждом. Для каждого есть вот такой вот интерфейс, индикатор выполнения, где показаны зеленые элементы курса, которые выполнены. И для того, чтобы создавать мотивацию, в курсе такой вот блок поставлен, который показывает количество баллов, успехи каждого из обучающихся, для того, чтобы создавать какую-то конкуренцию, чтобы был какой-то стимул для того, чтобы более активно осваивать курс. Ну и в заключение, вот опять же, гуру проектного управления, который время от времени вещает нам мудрые вещи, говорит такую замечательную цитату «Не бойтесь совершенства, вы никогда его не достигнете». И вот, собственно, на этой оптимистичной ноте я хочу завершить свою презентацию, свою лекцию на тему управления проектами. И если какие-то есть вопросы, то давайте я вам отвечу. А, Юрий Николаевич, да, рад вас видеть. Я как раз сейчас еду в совещание по проектным работам. И как раз проект, связанный с созданием информационно-образовательной среды вуза. Я нахожусь в Сочи, прямо возле моря. Если видите, я за рулем остановился. И внимательно все слушал. Вот это вот место, где я нахожусь, прямо возле моря-порта, прямо за рулем. Правда, я стою на месте. Я хочу отметить вот этот уникальный доклад Александра Николаевича. Он не просто рассказал идею курса, он рассказал и технологию, как он ее видит, и видит достаточно оригинально. Он применил новые показатели. Я с первых дней, когда познакомился с автором, увидел вот эту системность, вот эту проектность, особую любовь и трепет к учету компетентностей. И компетенции тоже. И я сейчас подумал попроситься уже самому ученики к Александру Николаевичу как раз именно по проекту, связанному с созданием электронной информационной образовательной среды, как самый необычный проект, который я пока не видел, где-то еще, чтобы работал в полную меру, но я хорошо этот проект чувствую. Просто я не решу его один сам, у нас уже создается коллектив, уже формируется бюджет и так далее. Я решил попроситься в ученики к Александру Николаевичу Гущину. Замечательный автор, замечательный конструктор, замечательный оппонент по-доброму, когда нужно что-то непонятное, новое обсудить. Позиции не совпадают, но тем не менее. Мы всегда находили консенсус. И всегда я признавал, что Александр Николаевич знает гораздо больше что-то новое, чем я, что-то полезного. И я был только этому рад и надеюсь, что эту радость общения с Александром Николаевичем получат и все наши коллеги, которых я сейчас вижу в чате. Я могу только пожелать Александру Николаевичу вот этой уверенности. Я вижу, что он яркая личность, молодой по духу, хотя и с бородой. Я прекрасно его слышу. Он в Екатеринбурге, в котором я был всего раз в жизни, но не видел Александра Николаевича. Я был в УРФУ на конференции как раз по вопросам дистанционного обучения. Надеюсь, что форумы будут наши работать активно. Я сам там буду участвовать. Единственное вопрос к Александру Николаевичу. Согласны ли теперь вы меня принять, свои ученики, по проектному мышлению? Я выключаю микрофон. Ну, Юрий Николаевич, во-первых, спасибо на добром слове, а во-вторых, ну, конечно же, да. Как же я могу отказать? А, вот тут вопрос поступил, в чем выражается новое. Ну, я кратко сказал бы две позиции. Первое, что это, на что я обращаю внимание, на что традиционно мало обращается в других курсах. Это, во-первых, умение правильно сформулировать цель, умение написать концепцию проекта. и оценка компетенций, которые есть у слушателя. То есть, это понимание, если так еще раз вернуться, это понимание управления проектами, как ремесла, которым занимается человек ежедневно. Значит, тут еще вопрос про вебинары. Да, скорее всего, они будут необходимы, потому что, как я убедился на студентах, о студентах, вот этот этап, когда человек пишет концепцию, он все-таки требует каких-то личных консультаций, личных разъяснений. И я предполагаю, что да, на этом этапе они точно должны быть, а дальше там уже по необходимости. Про сертификаты, да, кстати, Юрий Николаевич, мы с ним совместно их отлаживали, и после обучения выдается сертификат, подписанный руководителем образовательного портала вот этого, университетской библиотеки онлайн. В индивидуальной консультации они, безусловно, будут, и больше того, поскольку там предусмотрено написание концепции, то она предполагает, что вы какой-то личный свой проект хотите выполнить, и для этого вам надо ее создать. Спасибо. Вот я бы в качестве уже слушателя у Александра Николаевича разместил бы свой такой уже не просто учебный проект, а, наверное, серьезный проект, как раз, о котором я говорил. Проект по созданию электронной информационной образовательной среды вуза, где есть электронная библиотечная система, система портфолио учета достижений, учащихся, обучаемых, систему контроля знаний, размещения всех видов активностей, учебных планов, и так далее, и результатов этой деятельности, как требует Министерство образования, как один из показателей аккредитации, наличия собственной внутривузовской электронной информационно-образовательной среды. Вот я бы этот проект выложил бы свой в курсе Александра Николаевича, приглашаю поделиться своими тоже задумками, и такие проекты, или хотя бы эскизы этих проектов также можно будет там совместно отработать. Как вы относитесь к этой идее, Александр Николаевич, чтобы проект был именно с нашей работой? Сейчас. Я к этому положительно отношусь. Но единственная проблема это объем работы, который будет, потому что либо мы тогда укладываемся в 8 недель, либо мы уже занимаемся, ну, можно будет обговорить от руководителя проекта, тогда будет зависеть, он напишет свой план, когда, к какому сроку он планирует что-то исполнить. И я думаю, что мы это сделаем, потому что это все реально, я положительно к этому отношусь. Тогда у меня к вам вопрос. В качестве кого по отношению к моему проекту в вашем курсе вы могли бы выступать? Какой роли? Эксперта, преподавателя, консультанта? Хотя, конечно, это сложно говорить, но мне кажется, вы уже выступали бы и наши коллеги в роли независимых внешних экспертов. Как нравится вам такая постановка нашей работы? Да, конечно. Конечно. Эксперты, это естественная роль, потому что у меня достаточно большой. Практика есть большая вот такими руководствами, такими проектами, студенческими, магистерскими, аспирантскими, всякими. Спасибо. Но мне кажется, в роли таких экспертов и независимых консультантов могли быть и наши слушатели под вашим чутким руководством. Мне так кажется. Давайте, коллеги, подумайте, что бы и вы тоже могли бы в качестве такой, может быть, игры, а может быть, и реального обучения на реальном проекте могли бы предложить такую игру поиграть. Я выключаю. Спасибо, Юрий Николаевич, это хорошее предложение, но коллеги должны сами определиться для себя. Будут они участвовать в какой-то совместной работе или предпочтут сами что-то свое развивать. Это, в общем, надо каждому определиться. У меня, в принципе, сейчас вторая половина вторник и пятница. Это вообще дни такие разгруженные. А по остальным где-то идет по три пары в день. Где-то после четырех по нашему времени по местам, это по Москве два часа, я, в общем-то, свободен, если там не бывает каких-то пожаров, всяких совещаний или непонятно каких-то других действий. Вот так, в принципе, вот так вот примерно. Думаю, слышите? Слышите? Думаю, мы состыкуемся с нашими расписаниями. например, только пятница сильно загружена, почти весь день так вот я себе распланировал, а все остальные дни я практически свободен. Может быть, это будет вторник, по вторникам сделаем вторник и угущено, собираться раз в неделю на одну пару, даже, может быть, один час, там, может, минут сорок только надо обсуждать, знакомиться, все это будет в записи для тех, кто опоздал, не смог. как вы считаете? уверен, что мероприятие будет очень интересным. Александр Николаевич может рассказать массу интересных историй из проектных задач, и мы их еще услышим, просто сегодня он не хочет и не планировал так говорить. Вот только рассказал самое главное. Всего доброго, Александр Николаевич, всем хорошего дня, до встречи на наших курсах. Спасибо тоже, до свидания.